добрый день сегодня наш прямой эфир будет посвящен беседе с еленой капецкой сейчас я буду ее ждать а пока расскажу немножечко елене так сейчас 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 надеюсь что елена очень скоро добавится и так пока я расскажу немного о елене так 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 запрос запрос у меня шоу запрос привет привет появилась не успела я про тебя рассказать я тебя не застаралась долго ждать да видимо тогда придется да тебе с тобой рассказать ну все равно я представлю елену елена мой замечательный гость она ученица карол маджу ученица евгения веденина в принципе думаю ты сейчас самая ученица я просто хочу буквально тебя сегодня допросить практически как тебе удается вообще и себя так классно поддерживать и своих клиентов и вообще то есть какими методами ты пользуешься поскольку у тебя действительно много шикарных методов танюш привет и добрый вечер всем всем у нас сегодня на самом деле я заявила такие глобальные темы и мало времени поэтому очень хочется уложиться поэтому я про себя минимально скажу а хочется все таки давай давай у нас сегодня много должны присоединиться смотри твои подписчики мои еще девочки которые участвуют в марафоне счастливая я поэтому нам нужно с тобой максимуму полезности девчонкам дать ну да я елена капецкая мне 46 лет первый мой опыт обучения и погружения в мир естественной красоты это до косметолог кэрол мэджио которая буквально я наверное пользовалась течение полугода и поняла что что-то не хватает поэтому конечно погрузилась дальше больше интересно и на самом деле сейчас ну благодаря наверное все таки веденину это психотерапевт мой любимый наставник который рассказал о том что вот как он работает по системе треугольника где основание на эту тему хочу хочу с тобой поговорить да преимущественно основание это физиология да это как раз таки вот структура это то чему обучала меня кэрол да вот эти все упражнения вот но кэрол мне дала такое знаете как зерно вот к ментальному да потому что у нее есть в упражнениях именно там где нужно визуализировать там где нужно подключать вибрацию но я как и все я знаю что мы так все идем по какой-то там ступеньке да и какие-то у нас есть опыты да кэрол была не первая я пошла попробовала вначале думаю ну как это понравится мое не мое я пошла к одному из инструкторов когда на тот момент так я зависла или Таня зависла девочки все видно слышно да да ну вроде бы слышно оно проходит но зависанию с небольшим ну если что поговорить да и значит когда я проходила вот эти курсы в момент выполнения упражнений были такие определенные движения которые меня очень интересовали я не не могла понять природу вообще вот этих движений там где нужно было потрусить что-то и я задавала вопрос мне кажется что зависаешь ты по-моему вот я говорю как мне кажется а у тебя крутится колесико так я сейчас местами тебя слышу так ну не бывает прямого прямого эфира без каких-то забав да ну вроде все хорошо уже нет по похоже не все еще пока хорошо ну тогда сейчас может быть если Таня крутится то я говорю нормально и можно продолжать вот местами да сейчас вроде опять все хорошо стало ну в общем когда мне сказали что не обращая внимание на вот эти движения а просто выполняю упражнения я поняла что здесь где-то собака что-то здесь не то собака не там порылась да что нужно как бы изучить момент раз это все придумали значит это же должно быть вот ну и когда ты посылаешь запрос во вселенную то она тебе посылает ответ и собственно к Евгению я попала вначале на слово и тело это был такой тренинг где ты ну как бы слушаешь свое тело слушаешь его чувствовать и там я поняла такую фразу что тело оно все воспринимает то есть все что хозяин говорит я очень люблю вот эту произносить всегда фразу что такое сакраментальное знание если сакром — это у нас крестец а менталис — это подбоработок то есть это знание не где-то там какие-то эзотерические знания вот нашего тела и кинестетики мы все от рождения то есть потом об этом забываем но мы все кинестетики от рождения и то что кто-то не чувствует мышцы не слышит мышцы ну это просто нужно тренировать это нужно тренировать да то есть дальше Но если работаешь с мышцами... Евгений Веденин, вот Елена спрашивает. Веденин. А, Евгений Веденин, да, из Кемерово. Это психотерапевт, но он ещё и работает с кинезиологом. То есть он владеет ещё кинезотерапевтическими техниками. И как раз-таки вот последний тренинг «После слова и тела» это как раз-таки мы уже как обучались на тренерство, где мы работали именно с эмоционально-мышечными зажимами. Это то, что мы проецируем, то, что мы программируем своё тело на подсознательном уровне. Это то, что мы складируем какие-то обиды. Это вплоть до внутриутробных каких-то программ, родительских программ, которые мы даже не осознаём, не на осознанном уровне, а на подсознательном уровне. И складываем это куда-то туда, на чуланчик. А обиды эти, они складируются и такие формируются в мышечные зажимы, которые со временем конечно перекрывают полностью работу всех систем, структур, и тут уже речь о теле как о единой структуре речи не идёт. Поэтому, ну вот система в том, что работать именно со всеми структурами. Это отдельные фрагменты, да, получается? Единая структура превращается отдельно в голову, отдельно в нос. Я вроде слышу сейчас у тебя нормальная? Таня опять уходит. Я теперь? Странно, я вроде бы себя нормальная. Ну что-то, видимо, у нас со связью. Я слышу. Ты слышишь меня, нет? Или я сейчас с колёсиком? Девочки, отвлекнись, пожалуйста. Что сейчас происходит? Слышно нас или нет? Может быть, давай я выйду потом? Ну, давай попробуем. Так, сейчас вроде бы мне кажется, что меня слышно. Да, слышно, да? То есть у нас, видимо, как-то между собой иногда происходит какой-то... То есть девочки все их слышат. Но сейчас Елена снова зайдёт. Так. Сейчас. Ой. Осталось дождаться Елену. Сейчас ждём. Да, вроде сейчас получится. Лен, говорят, что нас обеих слышно. А, то есть говорить, да? Да, то есть говорить. Ну, в общем, чтобы не размусоливать, значит, что я включила, помимо просто упражнений. Значит, те девочки, которые ко мне приходят, я могу с ними провести такое вербальное мышечное тестирование, да? Когда мы можем найти вот те или иные эмоциональные зажимы. Здесь, конечно, круто и удобно, что можно их, эти блоки, снять, и тогда тело, ну, как бы откликается быстрее, да? И работа осуществляется качественнее, эффективнее, вот. Те, которые работают в онлайн, я подключаю обязательно аффирмации. Но аффирмации – это работа на сознание, да? Там, где мы программируем. То есть это своеобразный такой, как сонастрой, да? С утра. Вот ты с утра просыпаешься, там, ручки растираешь, прикладываешь к лицу. Ну, там обязательно дыхательные практики, обязательно потягушки. У кого есть, сейчас перескакиваю, в общем, аффирмации. Аффирмации мы проговорили, там, какие-то планы на день, нарисовали свой образ, там, напитали свое лицо от ладошек, энергия, запрограммировали и подали дальше. У нас там все по плану. Но если углубиться еще дальше и в инвестицию, там, где можно уже погрузиться в подсознание, и там уже круто, ведь что такое подсознание, те, которые мы можем управлять, да? Опять Таня зависла, я не знаю, слышите вы на мере. Я слышала из-за висания. Ну, вроде сейчас опять все хорошо. Лена, нормально сейчас слышно? Хорошо или не хорошо, не пойму. Хорошо, все хорошо. Да. В общем, медитировать можно на разных уровнях, и для начинающих это просто начиная с дыхания, потому что если вы обращаете свое внимание на именно дыхательные практики, вы там отключаете и работу вашего сознания, да, вы убираете полностью какие-то потусторонние мысли, которые к вам приклеиваются с разных сторон, там, где-то вы рекламу услышали, где-то там в телевизоре что-то, где-то что-то сказал, какую-то песню. Ну, да, тут кто-то издумает, что это просто происходит, да? Да. А когда вы дышите, вы концентрируетесь именно на дыхании, плюс вы еще подключаете работу диафрагмы. Те, которые уже выходят на более, там, высокий уровень, они уже могут расслаблять свое тело, они могут пройти от стопы до макушки, они могут визуализировать свое тело, там, не знаю, сняв какие-то блоки, которые есть. Но, опять же, это все вот со временем, каждый день за днем программируя, потому что, ну, в принципе, чем отличается, там, тоже шнурование ботинок, да, от каждодневных позитивных настроек. Вот это определенная привычка, да, тоже. Или держание зубной щетки в руках, да, то же самое. Вот, то же самое. То есть на самом деле мы каждый день живем программируемые кем-то или же сами себя, да, или какие-то убеждения. Поэтому тут каждый день просто нужно планомерно идти к своей цели. Так вот, когда вы вот эти пунктики подключаете, да, уже, ну, я к своей системе, плюс в момент, когда вы выполняете упражнения, я рекомендую девчонкам своим создавать атмосферу. Многие, знаешь, любители за телевизором. Раз, два, три, четыре, пять, все. Ой, это кино вообще. Вообще, сидя за телевизором, он говорит, я смотрю и делаю упражнения. О какой визуализации идет речь, о какой там энергии. Потому что, ну, есть определенные такие техники, которые наполняют, напитывают эту мышцу и, ну, как бы в эффективности, да, в качестве, ну, это помогает вот эта техника. Поэтому мы создаем атмосферу, отключаемся от полностью своих там, те, которые дома с вами находятся, чтобы не животные, никто вас не отвлекал. Кто-то включает музыку любимую, там, свечи зажигает и погружается в свой мир естественной. Ну, я думаю, музыку любимую тоже все-таки надо не любой, там, какую-нибудь жалочку не обязательно включать, а что-нибудь все-таки более позитивное. Ну, ну, я же говорю для себя, чтобы было, знаешь, есть определенная музыка, которая тебя там сподвигнет на какие-то там поступки, да. Лен, я сейчас поставлю в прямом эфире, мне подарили вот на праздник так называемые прописи, поднимающие самооценку. И в этих прописях, это вот реально, это вот прописи. И тут написано, например, я хороший, в скобочках, хорошая. И так вот вся книжка, вот я, например, уверен в себе или уверена в себе. И вот вся книжка, вот такие вот прописи, я классный. Так что это тоже можно приложить к гимнастике. Ну, это больше к аффирмации, да, это как работа с знанием, да, к сознанию. Нет, ну, пардон, если я классная, то понятно, у меня на лице нет морщин, я же классная. То есть я думаю, что это одно к одному практически все. Ну, а есть, знаешь, как, приходят скептики, которым только ради интереса. Что же это такое? Вот скептикам надо 900 раз вот это прописать. А заранее человек уже за 100 вообще, не знаю, раз уже про себя проговорил, что ему не пойдет эта система. Он так просто попробовать. А есть те, которые даже и не слушают, что им навязывают. Ведь навязывают очень много информации. Говорят, да, это ерунда, это все шарлатанство. Нет, ну, самое интересное, что люди приходят добровольно, значит, где-то там глубоко-глубоку у них все-таки есть надежда, что а вдруг? Есть надежда, но... Ну, да, я согласна, что когда человек, в принципе, во что-то не верит, то сложно этого добиться. Да, а те, которые уже знают, они же обязательно все там проверят, прочитают, и как-то это быстрее работает у них. Потому что первым делом я вижу их глаза, когда они начинают сиять. Да, первым делом глаза, потому что глаза, они меняются, мне кажется, еще первые пять минут, в моем мнении. Вот. Ну, вот, собственно, поэтому и разные какие-то методики. Почему с тобой, Таня? Потому что мне очень... Раньше, когда ко мне обращались девчонки, а я обучаю или тренерству, я на тот момент не могла, потому что подписывала у Кэролла обязательства. Поэтому, конечно же, я знала всех, которые занимались, потому что изучала всю информацию, кому же пойти обучиться. Вот. Поэтому я всех отправляла к тебе. Ну, и на данный момент тоже решила, что пора ко мне к Чикаловой идти. А вот. Ну, а в плане треугольника... Да, в плане треугольника. Да, ну, а в плане треугольника, я, надеюсь, ты поняла. В общем, структура — это физиология, химия — это относится и к питанию, и к воде, и к БАДам, которые вы принимаете. То есть я обязательно рекомендую посещать врачей, не принимать все, что вы услышали, кто вам порекомендовал там железо, витамин Д и рыбе. Да, сдали анализы, проверили. И если необходимо, значит, сделали так, чтобы именно эта сторона химии, она у вас была равносторонней по отношению к физической. Поэтому и комплексный подход. Ну, и ментальная сторона — это то, что вы сами себе опять зависли. У нас, похоже, с тобой немножечко как бы происходит не совсем одновременно всё. Ну, пока сейчас как раз… Ты слышишь, да, сейчас? Или нет? Ну, я надеюсь, что кто-то слышит как раз, пока ты зависаешь. Ну, уж сейчас мы обе отвисимся. Вроде у меня сейчас колесики нигде не бегают, ни у тебя, ни у меня. Я была вот недавно в буддистском монастыре. Вот сейчас колесо забегало. Недавно была в буддистском монастыре, и там очень интересно. Ну, как бы известно, буддистские монастыри, там обычно говорят, что там вегетарианцы и так далее. В монастыре написано, мы не можем себе позволить быть вегетарианцами, потому что у нас физическая работа, и у нас суровые условия. То есть буддисты говорят, что быть вегетарианцами – это не есть хорошо. Я сейчас как раз попробую снова Лену дождаться. Снова… Так, 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 попробую сейчас я её снова дождаться. И надеюсь, что у нас сейчас всё получится опять. Вот. Так что насчёт питания, пока подключается снова Лена, питание должно быть полноценным, так считают даже буддисты. Да, и я вообще не против, я даже против этих всех диет, и считаю, что всё должно быть в меру. Захотелось организму, значит, вам это необходимо. Ну, и нужно прислушиваться к себе. Тело никогда не врёт. Вот, в общем-то, так. Вот, ну и про ментальную сторону, я думаю, ты поняла, да? Вот, в принципе, из этого и сложилась система. Но всё время хочется чего-то новенькое попробовать, да? Какие-то появляются новые системы, какие-то новые методики. И тут вот этот мьюинг, который просто взбудоражил. Взорвал, да. Насчёт голодания. Вот Елена голодания, оно на всех действует по-разному. Просто Елена вопрос задаёт. Голодание действует на всех по-разному. На кого-то оно действует очень хорошо, то есть человек действительно очищается. А на кого-то оно действует так, что человек потом начинает набирать очень сильно лишний вес. Поэтому тут хотя бы надо один раз попробовать не 36 часов, а хотя бы часов 12, и посмотреть, что будет через 2-3 месяца. А уже потом решаться, либо не решаться на голодание. Вот я, например, знаю, что мне стоит поголодать в течение месяца, и я наберу килограмм 6-7. Лен, по-моему, всё опять хорошо стало. Так, девочки, нас слышно? Или где-то зависает что-то? Сейчас, по-моему, опять Лена зависла, так что... ...параллельно смахиваю. Что-то сегодня вот не очень хорошо у нас с... со связью. Мне непонятно, на чьей стороне, но как есть, так есть. Будем относиться ко всему... ...так, как оно есть. Давай, давай, попробуй не прервать. Вдруг, вдруг всё это хорошо получится. Какая-то не судьба. Мне сегодня на работе отключили интернет, и, похоже, дома это уже не очень хорошо. Танюш, по поводу мьюинга. Я услышала впервые это от тебя. Я никогда не слышала про эту систему, и она реально какая-то волшебная. Это действительно волшебная кнопка для лентяев, да, получается? То есть здесь прям можно... Но это не только для лентяев. По идее, это ладно бы для лентяев. Это кнопка, которая поддерживает челюстно-лицевые суставы. Это кнопка, которая нас предохраняет от Альцгеймера. Это кнопка, которая ставит на место гипофиз. Это кнопка, которая возвращает на место глаза. То есть это кнопка, которая, ладно, там подъязычная зона. В принципе, она работает со всем нашим мозгом. Круто, круто вообще. И тут же надо правильность выполнения, потому что вот даже мы, находясь в группе, да, все тренера периодически в какие-то откаты впадали. И даже у меня были такие определённые... А потому что нельзя много тренироваться, а нам иногда получается, что мы вынуждены этот перебор устраивать. Елена, да, я провожу курсы, там просто я так вот периодически успеваю посмотреть. Это кнопка, это кнопка, мы говорим о мьюинге. Давай вот про мьюинг, да, потому что я рассказала об этом именно на марафоне, и мои же ждут про этот мьюинг. Да-да-да, это просто, без преувеличения это чудо. Ну расскажи. Я смотрю, причём когда-то про мьюинг говорили, что хорошо работает там до пяти лет, потом сказали лет до девятнадцати, потом сказали, ну хорошо лет до двадцати пяти. В пятьдесят с лишним лет он работает точно так же прекрасно. То есть реально это просто чудесная волшебная кнопка. Вот эти щёки, вот это отсутствие брыли, которое просто раз и всё исчезло. Таня, ты сейчас всех расслабишься до максимального возраста, и потом подключат мьюинг. Надо всегда вовремя. В принципе, это тоже вариант, но в любом возрасте не пятьдесят три года. В любом возрасте, в принципе, тоже хочется быть красивыми. То есть не только в шестьдесят хочется быть красивыми, но и раньше тоже. Так что я думаю, что всё равно до конца люди не расслабятся. Вот так я у тебя зависла. Ты опять зависла. Слышно? Девочки, нас все слышно. Может быть, я назря переживаю, но я тебя вижу и слышу. Всё хорошо, Лена. Вижу, да? Ты расскажи, сколько тебе лет. Я сказал, мне пятьдесят три года, я вам рассказала это. Ну расскажи про мьюинг, пожалуйста, хотя бы вкратце. Хорошо, значит, мьюинг – это сама система, её изобрели, Джон, Мью и Малькензи. Книжки у меня сейчас под рукой нет, потому что они не планировали о ней говорить. Итак, мьюинг – это система, собственно говоря, скажем так, её база, её основа – это положить язык на твёрдое небо. То есть язык на твёрдое небо. И не просто положить. Да, и не просто положить. Как его положить правильно? Его нужно, знаете, когда мы начинаем, как лошадка, вот это движение делать, и вот поймать тот момент, когда у нас прямо появляется уздечка на языке, и таким грильком положить язык на твёрдое небо. А я ещё, знаешь, как говорю, когда инговое окончание английское. И вот это М, когда практически весь язык лежит на твёрдом небе, его прямо туда уложить, и упражнение заключается в том, чтобы его поднимать. В принципе, оно внешне почти незаметно. Как же незаметно? Если ты уже язычок наверх, то у тебя поднимается весь дыхат вверх. Да, ну практически да. И вот упражнение заключается в том, чтобы просто его поднимать, 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 поднимать. Что в это время происходит? В это время хорошо прямо начинают прорабатываться жевательные мышцы. Поначалу, девочке, возникает такой эффект, наверное, первой недели-две, когда наоборот становится лицо худющее, и даже у кого-то брылья. То есть в неделе-две может быть такого отката. Причём отката такого неприятного. А потом вот эта зона начинает формироваться, потом, смотрите, начинает формироваться именно щека. То есть там считается, что вот эти вот щёчки, которые хомячьи щёчки, это некрасиво, это неправильно, а красиво правильно, когда вот такая вот плоская щека. И дальше лицо становится из овального, то есть овальное лицо – это неправильно, правильно лицо круглое. То есть лицо начинает скругляться постепенно. И после этого, когда оно начинает скругляться, улучшается состояние под глазами, улучшается работа песочно-нижнечелюстных суставов, естественно, в норму приходит подъязычная зона. И самое главное то, что происходит внутри. Когда у нас верхняя, вернее, да, верхняя челюсть принимает правильную форму, верхняя челюсть, она давит на клиновидную косточку, а клиновидная косточка внутри, в турецком седре, лежит гипофиз. И, по сути говоря, гипофиз, вместо того, чтобы провисать, а гипофиз – это наш компьютер, вместо того, чтобы провисать и нас старить, он поднимается, а всё, что поднято, как мы, девочки, знаем, всё хорошо. И по факту получается, что действительно, вот ЭМЮинг – это система, которая поддерживает всё лицо, то есть действительно даёт стабильный результат, нормальный результат всему лицу. Я вот обещаю всё рассказать, но вот я, видимо, буквально завтра-послезавтра расскажу про типы старения поединения Ивана Никольбуненко. И вот, собственно говоря, то, о чём я хочу рассказать, я расскажу прямо сейчас, что есть разные типы старения. Так, Лена сейчас исчезла, сейчас она появится, снова я в этом уверена. Я пока рассказываю. Так, 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 где она? Вот она появилась. Вот. И вот суть, короче говоря, такова, что у нас есть три основных типа старения. Это деформационный тип, мелкоморщинистый тип и мускульный тип. И, собственно говоря, наша задача, всех нас с вами задача – стать людьми мускульного типа. А это реально, это достижимо. Это надо, вот, хотелось бы, чтобы послушали те, которые приверженцы расслабления, чтобы только расслабить. Расслабляет нас старость. Она нас прекрасна. Расслабляет старость, нас расслабляет просто. Лучше ничего не придумать, чем старость, если мы хотим расслабиться. А если мы хотим жить в тонусе, нам расслабляться не надо. Не расслабляйтесь, будет вам тонус. Будет нам хорошая жизнь. Про мьюинг, я думаю, просто надо как-то однажды взять и нормально, вот, прямо не рассказать, а просто позаниматься. Да даже вот и не взять вот тот же самый мьюинг. Откуда берутся… Лен, да нормально пока всё? У тебя твоя аформация плохая, что сейчас зависит. На самом деле всё хорошо. Нет, ты хочешь тоже всё слушать. Да, взять вот мьюинг. Вот как я пила раньше, как пьёт большинство? И вот эти вот губы начинают собираться и появляются поднижнегубные складки. Как правильно пить? И мы глотаем без участия губ. Это как бы, это просто как бы, ну, самое такое, самое базовое, в принципе, самое такое базовое начало. Лен, всё нормально. Да-да, да. Слушай, ну, у меня в плане еды проблема. То есть я об этом, если пью я, да, то есть периодически я так поддавливаю языком. У меня ассоциатива. Я думаю с едой, это примерно как с дыханием. Я по себе скажу, что я когда ем, и я думаю о еде, всё нормально. Когда я ем, начинаю жрать, а не есть. У меня, естественно, начинает тоже какая-то ерунда происходить. То есть это как дыхание, как аффирмация. Когда ешь и думаешь, что ты ешь и занимаешься мьюингом, то есть язык всё время подкладываешь на твёрдое нёбо, когда нужно его убираешь, потом обратно кладёшь, тогда всё хорошо. Хотя какой бонус, когда ты правильно кушаешь, ты же ещё немного ешь. Да и ешь немного, но ещё и красиво получается. Ну да, типа героины романа. Да-да-да. Да, согласна. Ну, у меня, я же говорю, ассоциативно. У меня это машина. То есть я сажусь, когда у меня это 2-3 раза в день происходит, поэтому только села за руль, поэтому сразу язык вверх. Да, и ещё жвачку, когда и жвачку подбрасываешь тоже на твёрдое нёбо. То есть машина, да, машина это просто для мьюинга святое место, я согласна. Больше некогда, да. Ну, а в принципе, даже вот Кэрол, то есть почему я тогда даже фотографию не сделала, Тань, когда вступила в группу, потому что у меня, в принципе, язык был всегда на нёбе. То есть, ну вот, изначально позицию, когда объясняла она, да, в плане упражнений, язык должен быть наверху. Наверняка она уже знала об этом, да. Скорее всего, да. Не упомянула. Не упомянула, да. Вот. Поэтому я и не сделала фотографию. А потом смотрю, что какие-то изменения стали происходить. Вот. Поэтому ты, кстати, мне так и ничего и не сказала по поводу изменений моих, моих недовольств. Да, очень. Очень хорошая. То есть у тебя лицо действительно начинает округляться, причём округляться вот не похомяче, как вот когда округляются лица, а вот именно за счёт вот этой вот зоны, что вот эта зона выдвигаться начинает. А если вот эта зона выдвигается, то лицо, оно очень хорошее становится правдой. Да. Ух. И меня вот смущают вот эти возрастные, когда вот такие свисающие щёчки вот такие вот становятся. А вот когда вьюингом занимаешься, их нет. То есть они именно нормальная улыбка, без вот этих вот таких вот, вот таких вот каких-то вот щёчек. Знаете, как у Вены Раневской, когда вот так вот они обвисать начинают, а их вот нет. Ну да. Нет, ну тут же свисает уже то, что расслабилось, да. То, что расслабилось, да. Это же уже и резорпция костей. Когда мы эту бедную несчастную жевательную мышцу расслабляем, которая была бы она у нас напряжена хотя бы раз. Морковку хотя бы мы ели, прямо так брали и грызли бы морковку. Но у нас же она вообще не работает. Животная мышца. Ну говорят, что буксизм, это тоже расслабленное мышце. Это просто когда вот начинает, собираются зубы, два зуба, там нервы устраивают истерику и начинается вот это, потому что организм пытается хотя бы сам себя как-то, как бы сказать, скомпенсировать. А еще, кстати, о мьюинге. Наверное, я думаю, что для кого-то это очень хороший тоже, ну будет бонус и для человека будет приятно заниматься мьюингом. Это то, что нет вот этого противного утреннего запаха изо рта. Как бывает, когда люди с открытым ртом. Ну это, наверное, у тех, кто с открытым ртом. Да, да, да. Я помню, я раньше всегда с утра просыпалась, я была в гостях у подруги и подруга, она сначала пила кофе, а потом шла чистить зубы. Я поражалась, как так можно? Надо же сначала зубы почистить, а сейчас я просыпаюсь, у меня прекрасно все, я могу попить сначала чай и кофе, а потом пойти только зубы чистить. То есть еще вот такое вот. Ну да. Еще видишь, как и носом люди впервые задышали. Жевательная, большинство не напряжено. Давайте чуть-чуть, буквально капелька анатомии. Что такое жевательная мышца? Жевательная мышца начинается вот здесь, в сколовой дуге, она имеет два слоя. Один слой – это внутренний слой, она лежит глубоко, ее практически не прощупать. Другой слой – наружный. Наружный, вот если мы откроем рот, и вот в этом месте, давайте посмотрим, и вот здесь как раз вот это она есть, она довольно тверда. И вот эта часть жевательной мышцы, это половина, даже больше половины, это сухожильный хрящ. То есть это хрящ. То есть он жесткий всегда. Это не потому, что она напряжена, это потому, что здесь хрящ. А вот если мы спускаемся вот в эту зону, вот в эту, то есть все, кто считает, что напряжена, вот эта зона у себя, пощупайте вот эту. Вот эта зона. Кто-то может нащупать здесь тряпочку. Здесь у кого-то тряпочка, у кого-то тряпочка хорошая такая. Так вот у большинства здесь просто тряпочка. То есть вот эта часть, вот эта часть – это мясо, а вот то, что здесь – это хрящ. И хрящ, он должен быть жесткий. Если здесь у вас, не дай бог, не жесткая, бегите скорее к ортопеду, потому что что-то происходит с вашими костями и хрящами. А вот эта зона, она у большинства, вот, вот это я сейчас жевательную мышцу свою демонстрирую. У меня здесь плотненько. Вот. То есть жевательная мышца у большинства очень и очень слабая. Чтобы ей быть напряженной, ей нужно хотя бы ежедневно грызть хотя бы две-три морковки. Или там две-три репки. Тань, ну это знаешь, что же относится к вот этим липучкам подсознательным, которые услышали, что нужно расслаблять. И все расслабляют. Да, это опять же… Напряжена у нас очень сильно, напряжена задняя часть шеи, и очень сильно у нас напряжена шейно-воротниковая зона. Спазм жевательной мышцы, если вы чувствуете, дойдите до невролога и получите от него справку, что у вас спазм. А если у вас невролог эту справку вам не даст, вы просто, как помните, у кого с жиром капкать жиром, который там все, кроме родильной горячки, себе нащупал. Если вы не будете слушать неправильный сайт, то у вас не будет никакого спазма. Спазма жевательной мышцы не существует. Есть книга «Неврология лица». Спазм жевательной мышцы происходит, когда у нас, простите, пожалуйста, психиатрические болезни, шизофрения и прочее. И спазм происходит, когда у нас столбняк. Если у вас нет столбняка и нет психиатрических отклонений, шизофрения, в частности, спазма жевательной мышцы быть не может. Просто не может. Ну, просто люди знают, что это единственная мышца, которая сильная мышца, которая крепится... Это мышца сравнительно сильная. Да, которая крепится двумя концами. И теоретически она должна выдерживать 70 килограмм. Кто считает, что ваша мышца выдерживает 70 килограмм, возьмите 70 килограмм и поднимите зубами. И вы узнаете, держит ли ваша личная мышца 70 килограмм. А я, нет, не держит. Ну да, и мы должны быть заинтересованы, чтобы эта мышца была в нормотонусе, чтобы она не была как тряпочка расслабленная, чтобы мы именно нацелены... Она была... Вот она, жевательная мышца. Вот она, жевательная мышца. Спазмирована. Да, девочки. И, ну, вот лично я даже, ну, как-то у меня был период, когда я прям, ну, всем практически говорила о том, что нужно расслаблять жевательную мышцу, не еще до конца погрузившись в... А, кстати, расслаблять жевательную мышцу? В принципе, это семитарное упражнение. Открыть рот, и она растягивается. Когда она растягивает, ну, ты... У кого... Да. Мало ли... Ну, мало ли, стресс у кого-то. В стрессе действительно... Мы нажимаем. Ты ее так растягиваешь. Ты ее как бы в нормотонус. А расслабляешься, ну, допустим, у меня была техника... Ну, плюс растяжение равно нормотонус. Да. Смотрите, если вдруг вы ощущаете, что у вас она напряжена, но мало ли у вас сегодня был стресс, мало ли у вас какой-то хронический стресс, вы на начальника там злите, зубы точите. Помните, Волк, зубы точить, съезд нас хочется. Когда вот мы зубы точим, да, у нас она может напрячься. Я это упражнение назвала поза трупа, потому что, когда человек умирает, у него откидывается нижняя челюсть. То есть мы берем, откидываем нижнюю челюсть, смотрите, именно вниз. Это правильно. То есть вот не так, когда мы голову запрокидываем, а именно вниз. Откидываем и находимся в таком положении минут, ну, хотя бы пять. То есть мы хотя бы минут пять находимся вот в этом положении и у нас растягивается, именно растягивается, не расслабляется, а растягивается жевательная мышца, а сокращение плюс растяжение равно норма тонуса. То есть она становится у нас нормальной. То есть это на самом деле очень легко. Плюс, например, обычно просто потерять ручки, чтобы они были разогреты и теплые и положить их на нижнюю челюсть. То есть просто положить на всю нижнюю челюсть и подержать. И точно так же она у нас именно согревается. Вообще насчет напряжения, напряжение часто происходит не в мышцах, а в костях. То есть вот если мы именно держим нижнюю челюсть, просто вот его так вот подержать, то есть сначала открыть рот, именно растянуть мышцу, а потом закрыть и еще просто погреть. И прекрасно, именно напряжение, не спазм, а напряжение, оно действительно прекрасно снимается. Вот все, колесико перестало бегать ее. Слава тебе, Господи. Ну тут же, да, 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 но тут же еще должен быть баланс височной нижней челюстного сустава, да, если будет какой-то дисбаланс, опять же проблема с жевателем. Я хочу показать, как я девочек стою. Я ее режу на три части, но просто вот эта техника мне помогает учить своих девочек работать с упражнениями на верхнюю часть лица, потому что многие слабые мышцы компенсаторно помогают сильные, да, то есть что мы делаем? Поднимаем плечи, зажимаем, закусываем гури сну, да, 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 и когда девочки, как я говорю, носят пробку, то есть они учат носить пробку, как вот допустим ты учишь язык поддавливать наверх, да, то же самое я рекомендую, ну где-то раза два-три в день пробочку носить, там, за компьютером сидишь, там, кушать, читаешь. Почему она порезанная, девчонки? Потому что мы берем не зубами. Тань, слышно? Да, да, да. Слышно? Да? А именно на расслабленную круговую мышцу рта. Нужно вначале сделать упражнение лошадь, расслабить мышцу, облизнуть и выдохнуть. Дальше. На край губы располагать сильно, не сцепливать зубы. Эта пробка должна быть как в невесомости. Вот так. Эта техника нас научила девушка, которая говорила, учила нас правильно говорить, и мы разные какие-то по риторике произносили фразы. И в этот момент я поняла, что расслабляется круговая мышца. А когда она в напряжении, то ты можешь, во-первых, расслаблено все здесь, а во-вторых, когда ты работаешь с верхней зоной, это как латмусовая бумажка. То есть ты чувствуешь, когда ты напрягаешься и снова расслабляешься. Опять же, работа у тебя такая синергия. То есть вот смотрите, я поставила и начинаю работать. Чуть я подтянула плечи, но у меня такая вот ассоциация, я расслабляю это все. Плюс, хорошо расслабляется круговая мышца, она наполняется, поднимается верхняя губа, то есть очень хорошо работает. Я очень рекомендую. Да. Нас учила Юлия Азартайская с полной пробкой растягивать, да, то есть ты можешь с полной пробкой, да, и диагонально, и вертикально, да, а вот с этого здорово. Да, перекатывать, а вот именно маленькую, можно какие-то, если задают вопросы, а если я не пью вино, не обязательно покупать вино, можно любую крышечку пластиковую, можно... Продаешься отдельно пробки, если что, есть отдельно пробки по 100 штук. Да, приходите ко мне в гости, у меня очень много пробок, мне все приносят пробки почему-то, ассоциации, я потом... Я тоже много, я могу скапливаться, да. Это у меня такой как гаджет, Это уже супер, вообще, слушай, эта идея просто огромная, тебе спасибо за эту идею, чудесно просто, вообще. Ну, мы же в пятницу будем заниматься, хорошо на верхнюю зону, потому что у Кэрол есть такие мощные упражнения, где ты реально очень сложно все это контролируешь, там много чего подключается, и вот эта штука, она очень хорошо помогает справляться. дает работать той группе мышц, которая должна работать, да. Да, конечно. Ты именно вот этой пробкой расслабляешь все ненужные мышцы, ты направляешь визуализацию в то место, с которым ты работаешь, ты это видишь, да, помимо того, что ты в отдельной комнате... это типа того, что забей все остальные мышцы, а работай только теми, которые нужны. Да, конечно. Вот. В общем, вот такой вот вам совет. Чудесно, чудесно вообще. Да, это прямо в пятницу уже подготовлю. Надо заранее сказать. Кстати, девочки, кто не знает, в пятницу в 20 часов, да, по Москве у Лены будет вебинар. Мы можем дать прямо сразу на своих страницах на него ссылку тоже. Будет вебинар, с чего начиналась Родина, базовый курс, да. Но его решили так раздавать. Опять я зависла. Нет, не зависла. Ты не зависла, афирмацева. ты не зависла. Все хорошо. Нет, нет, нет. Девочки, ну простите, пожалуйста, сегодня такие темы интересные, хотелось прям по максимуму пообщаться, и вот такой вот косяк какой-то произошел. от меня страшное страшное эхо, ну бывает иногда, что сделаешь. Танюш, может быть, может быть, давай я выйду, а ты уже как бы закончишь, тут осталось 10 минут, я единственное, что девочки, которые участницы марафона, да и не только, которые хотят, пишите мне в директ, я обещала всем подарить подарочки, поэтому пишите мне в директ, я обязательно каждое отправлю. Я не обещаю, что сегодня, потому что мне сына нужно спать укладывать, обязательно в течение завтрашнего дня всем отправлю подарочки. Лена, спасибо огромное за участие. Если, может быть, у кого-то есть вопросы, может быть, у кого-то есть вопросы, вот я сейчас вроде бы как в кадре есть, а Таня зависает, я с удовольствием отвечу. Говоря, что у нас всё в порядке. Говоря, что у нас всё в порядке. Ой, тут про голодание спрашивали, я честно ни разу не голодала. Ну про голодание я рассказала, что голодание единственный раз это не единственный, а только лишь 24 часа. Я голодала, я отправилась на 5 часов. Давайте я ещё раз выйду и зайду. Давай. Не, ну в принципе мне кажется, что всё хорошо, просто иногда так, сейчас я Лену отыщу, что иногда просто на какое-то время зависает, а потом всё возвращается. Ну собственно говоря, наш эфир подходит к концу. Кратко, если мы поговорили о тех методиках, которые Лена использует, очень интересная тема с аффирмацией, очень интересная тема с применением физиологии, то есть очень интересно, когда мы понимаем вообще, что мы делаем не только мышцами, а что мы делаем головой прежде всего. И я пока ещё здесь, девчонки, что я хочу сказать, что Вселенная не воспринимает частичку «не». Не говорите, не вставляйте, а говорите по факту, что вы хотите. Я красивая, я счастливая, я успешная, мои губы расслаблены и наполнены. И по опыту точно знаю, если вы акцентируете на каком-то одном месте, допустим, лоб, по своему опыту, мне очень долго не уходили вертикальные морщины. Я думала, всё, я не... Да, если мы хотим раскладывать морщины, мы будем всю жизнь разглазывать морщины. Если мы хотим гладкий лоб, мы очень быстро сделаем гладкий лоб. Я, собственно, показываю сейчас вот Аиде как раз вот этот гладкий лоб. Мы просто берём и его, у нас мышца крепится, начало у неё венечный шот, её просто берём и поднимаем. Просто берём и поднимаем. А причём поднимаем так, что вот не так, что мы как черепаха голову втягиваем, а голова у нас в норме. И чтобы не было морщины на лбу, нам нужно хорошую осанку. Обязательно. Это самое главное. Обязательно. Я вообще всех дрюкаю во время выполнения упражнений. Кучу раз мы что-нибудь сделаем, чтобы... А я никого не дрюкаю, я всех укладываю. Ну, это хорошо, да. Кстати, Лёжа тоже очень хорошо работает. Но в этом случае нужно прямо вот, допустим, то, что я даю, я говорю о том, что можно лёжа, можно сидя, можно стоя. Для меня самое эффективное это сидя всё же. Вот. Но лёжа, когда вы уверены на сто процентов, что у вас нет тех заломов, которые могли бы быть в этот момент. То есть надо уже быть уверенными в том, как вы это выполняете. Я не дождалась воскресенья. А что в воскресенье? В воскресенье, скорее всего, наш семинар был. У нас в это воскресенье же будет последний семинар. Мы же 8 марта пропустили, у нас в это воскресенье будет последний семинар. А, это ты по своим делам? Да, да, да. Я поняла. Вот. В общем, девчонки, даже те места, которые вас расстраивают, безумные какие-то заломы, морщины, птозы. Правильно, самое правое, это убрать морщины. Убрать морщины, это вообще очень-очень просто. А сложнее сделать лицо красивым. А чтобы сделать лицо красивым, там не обойтись без аффирмаций. Любая гимнастика безобразная, это гимнастика безобразная или безобразная. А знаешь еще что-то? Морщины, морщины. А как без морщин? Ведь это же естественное состояние. Ну как без мимики? Нам природа дала эту мимику, чтобы мы могли выражать свои эмоции. Для меня красивая женщина, это довольная женщина, это сияющие глаза. Это женщина, которая выражает эмоции. И по женщине есть. Да, что по женщине должно быть видно, что у нее есть эмоции, у нее нет ботокса, она жива. И я видела молодых девушек, которые... Я видела... Что я... Продолжать? Ну что, нормально. Я видела девушек, которые были состоятельными мужчинами, но реально, карлик нос, вот с огромным... Знаете, я таких шампиньонов называю, маленькие, с толстым животом. А она, ну высокая, молоденькая, но грустная. Вот там про красоту вообще. Ну как бы, ну девчонки, не пахнет и не тянет, нет этой энергетики, поэтому не циклитесь вы на этих морщинах. Морщины, это вообще дело, вообще десятое. Морщины, это наша мимика. И морщины, девочки, смотрите, морщины вы должны, когда мы испытываем мимику. Другое дело, когда мы не испытываем, лучше, чтобы лицо было... То есть, смотри, я улыбнулась, вот я как шарпей, вот она улыбка. Я расслабилась, этого всего нет. То есть, главное, что когда мы в расслабленном состоянии, у нас морщин нет. Когда мы улыбаемся, у нас должны быть морщины. Это нормально. Это физиологично. И для того и придумали. Да, это же физиологично. Конечно. Мышцы лица, они вначале у нас сократились, а потом расслабились. Потому что как вы будете понимать состояние другого человека, если у него нет этих вот морщин, складочек? Как вы поймёте, ваш ребёнок, ваш мужчина в хорошем настроении или плохом настроении, если у него этих складочек нет? Это нормально, что он на складке. Вот. А ещё, самое классное вообще средство регенерации, это... Я просто недавно только, ну как недавно, год назад познакомилась, когда проходила курсы по ораторству, ну, правда же, не всё в жизни происходит. Значит, это нужно было. Я познакомилась с девушкой, которая по благодарности. И реально, самые лучшие средства регенерации, это благодарность и любовь. Девчонки, будьте благодарны. Это классно. Да. Когда вы работаете в балансе, когда давать и брать, не только брать, потому что, ну, настолько сейчас привыкли, чтобы... Не только давать, да. А то бывают честные давалки, которые сами помощи попросить не могут. Вот, вот. Поэтому вот этот баланс, он очень важен. Благодарите, и вам вселенная обязательно отплатит благодарность от другой. В общем, вот как-то так. Поэтому моя система, это комплексный подход, это вот система треугольника, про которую я рассказывала. Ну, у меня есть еще 10 пунктов, о которых я расскажу, наверное, на вебинаре, который я проведу. И с удовольствием встречусь со всеми девчонками. Я думаю, что здесь кто-то присутствует из тех, которые у нас в группе, да, тренировки. Я думаю, что да. И, да, просто я посмотрю на время, нам уже скоро завершать, потому что иначе потом эфир не сможет сохраниться. И в конце, как всегда, все в эти тучи распилились. Все стало хорошо. Мы же намолились, все стало хорошо, стал хороший звук, перестал глючить интернет, все стало замечательно. Танюш, ну, смотри, про осознанность мы про такое резюме сделали, да, то есть у нас все-таки была осознанность, красота и подсознание, да. Да, про пробку мы успели разобрать все, про мьюинг разобрать успели, так что, в общем-то, главное все мы успели сделать. Да, я хочу, чтобы ты еще резюме по мьюингу все-таки сказала, свое мнение. По мьюингу резюме. Первое, мы учимся держать губы расслабленные, то есть мы губами только берем что-то в рот и больше мы губами ничего не делаем, мы губами не жуем, а жуем мы языком и жуем щечные мышцы, то есть щечные мышцы и язык это основные мышцы, которые жуют, плюс жевательная мышца, жевательные мышцы жуют. Жевательная мышца предназначена для жевания, для этого нужно брать морковку, брать яблоко, брать репку и жевать, причем не маленькие кусочки там как вот салатные, а брать и жевать, и вот тогда у нас мышцы начинают работать. И плюс язык, язык мы кладем на твердое небо, язык у нас такой инговый окончательный, и вот этот язык грибком кладем на твердое небо и подбрасываем. Здорово это делать в машине, здорово это делать, не знаю, в метро, в трамвае, в троллейбусе, в автобусе, на лошади, на любом виде транспорта. И когда мы подбрасываем особенно жевачку, то жевачку жевательную рекомендуют не больше минут 20, но это не значит, что она должна во рту находиться столько, она может во рту находиться хоть очень долго. И эту жевачку мы просто прилепляем к твердому небу, языком. Физкультурницы грызут ежедневно. И грызть, и грызть, это просто святое, это сгрызть. Вот для меня сейчас я эту морковку, кстати, ну, против морковки, она же не большая. вот эту вот девушку к тебе направляла, как девушку зовут, я знаю, это моя подписчица. Тань, ну смотри, по поводу жвачки, тоже же не перебарщивать, а то же будет, как вот этих моделей у мужчин, которые прям очень... Да, я буду мне до такого состояния дойти. А ты хочешь себе так? Тогда я потом умеешь, но я бы мне пока хотя бы нижнюю челюсть окончательно потянуть. У меня она стала пошире, конечно, хотя бы дотянуть ее, потому что у меня же вообще узкое все было. Сейчас я просто не на радость на свое лицо. Ну-то фу. Ладно. И еще не предел. Ну да, ну да, это точно. Главное постоянство. Да, главное регулярность, да, то есть регулярно грызть, причем морковка, как говорят, что я, морковка на зрение влияет, влияет. Если регулярно каждый день грызть морковь, она на зрение влияет. зрение становится лучше. В общем, максимально мы уделяем внимание тому, чтобы язык был на верхнем нюне. Язык лежал на твердом нюне, он чтобы там лежал всегда. И дышать носом. Губы сомкнуты, дышать носом. Вот дышим носом, губы сомкнуты. И язык на твердом нюне. Даля, ты делаешь комплименты. Да, я вижу Наташа, у меня уже комплименты сделала. Спасибо, Наташа, огромное. Девчонки, у нас осталось три минуты, и пора завершать. Лен, три минуты. Все, заканчиваем. Спасибо вам большое. Простите, что связь сегодня, но мы, видите, мы боролись до конца, я пыталась... Все хорошо, да. Да, ну, все, что мы хотели сказать, мы поделились с вами. Еще раз повторюсь, все те, которые хотели бы получить от меня подарок, пишите мне в директ, и я обязательно вам отправлю. Ну, а со всеми остальными буду рада встретиться на вебинаре в субботу или в пятницу? Вебинар в пятницу. В пятницу вечером. Все. Да. Лена, ты тоже супер. В общем, все мы супер, Наташа, ты супер, девочки, мы все супер с вами. И давайте продолжать оставаться супер. Девочки, давайте, в общем-то, все в наших руках, все в наших языках, все в наших пробках. Да, и здорово, что не держат в себе информацию девчонки, а делятся этим со всеми. Это дорогого стоит. Спасибо. Спасибо большое. Девчонки, на самом деле, чем больше информации мы выдаем, тем больше нам откуда-то ее приходит, причем пасно ценной информации. Поэтому, действительно, делиться надо друг с другом. Да, потому что привыкание дело серьезное. Именно поэтому как раз наш вебинар, вот для этого и существует, что мы друг с другом делимся. Кстати, и 17-го, еще 17-го, во вторник, следующий, я буду для ассоциации давать вебинар по фиброзам. Что-то я вдруг так вспомнила. Ну вот, в общем, вырабатываем нейронные связи, и каждый раз какие-то добавляем новшества, чтобы наше сознание каким-то образом обманывать. Мы же хотим... То в мире все время должно быть все непостоянно, и когда все непостоянно, наши нейронные связи вынуждены становиться гибкими. Да. Ну все, Танюш, я тогда что, выхожу, а ты прощайся. Все давайте. Спасибо всем. Спасибо за эфир. Я надеюсь, что сейчас еще все у нас завершится, сохранится, и все прекрасно. Все. Девочки, спасибо за то, что присутствовали, и, кто желает, ждем в пятницу. А я сейчас завершаю прямой эфир. Всем спасибо за внимание. Сейчас я завершаю. Надеюсь, что сейчас все у меня завершить.